В Киеве естественная аномалия. Писанки повырастали прямо на деревьях. В эти пасхальные дни у киевлян и гостей столицы появилось новое любимое место отдыха. Писанковый рай. Так теперь называют сквер возле драмтеатра имени Франко. Здесь раскачиваются 29 тысяч писанок, созданных руками киевлян, и еще одна из Полинска. В саду пасхальной радости побывали наши корреспонденты. В центре столицы, в каменных джунглях, спряталось чудо. Возле театра Франко расцвел писанковый рай. Словно пасхальная радость ожила. Десятки тысяч писанок всевозможных орнаментов повисли на ветвях. Все это результат всеукраинского фестиваля писанок, который организаторы обещают проводить каждый год. Свыше 100 тысяч писанок расписали дети по всей Украине. Только в Киеве 358 школ расписали около 10 тысяч писанок. Была прекрасная мотивация и прекрасные призы для школ и индивидуально. Но главная мотивация в том, что если посмотреть, сколько людей сейчас приходит в церковь, то их с каждым годом все больше. Ничего нового в этом нет. Просто мы начинаем жить с душой. К делу могли приобщиться все желающие. Киевляне накануне пасхи целыми днями шли сюда со своими маленькими шедеврами. Кое-кто даже приносил настоящие крашенки и клал в пасхальную корзину. Так возникла идея на следующий год сделать фестиваль не только красивым, но и вкусным. Каждый школьник может сделать свой куличик и принести и здесь угостить людей. Поэтому та идея, чтобы люди сами приносили писанки, вешали на деревья, приносили куличи, угощали людей, и это дало бы импульс для того, чтобы мы сказали людям, приходите в этот святой день, и мы пригласим священника, который посвятит все то, что нужно посвятить. А детки будут угощать именно теми куличами, которые испекут сами. Это еще большее объединение людей в доброжелательном общении, контакте, то, чего нам не хватает. Уже несколько дней мимо этого сквера никто не проходит равнодушно. Спеша на работу, люди останавливаются хоть на миг, чтобы улыбнуться и поднять себе настроение. Многие специально приезжают сфотографироваться в писанковом раю. Зеленые, красные, розовые, любого цвета и из любого материала. Нитки, ткань, бисер. Авторы использовали все, что можно было закрепить на скорлупе. Фантастический сквер мгновенно наполняет душу радостью. Оживленное, такое, знаете, восторженное. Очень красиво. Зелень появилась. Хотя еще, когда они начали украшать все, травка еще не зеленела, а с яичками, с писанками, это очень красиво. Дуже гарно. Чудово. Оно дуже. Весна, фонтан, памятники. Дуже красиво. Скверик сделанный. Дуже красивый скверик. Все сделано. Ну, настоящий святковый скверик. Восторги просто неописуемые, потому что такое количество, я понимаю, что в этом участвовали дети. Я специально привела ребенка, вот внучечку с садика забрала, чтобы она посмотрела. Потому что она уезжает и, ну, просто перехлёстывает через край, честное слово, до слез. Организаторы фестиваля установили два рекорда. Больше всего писанок почти 30 тысяч, и наибольшая писанка 3 на 4 метра. Цель организаторов каждый год прибавлять по 300 тысяч писанок, а за 5 лет сделать так, чтобы на каждого киевлянина было по одной писанке. А это почти 4 миллиона. А пока на протяжении 40 дней от Пасхи каждый имеет возможность посетить писанковый рай. Александра Кузнецова, Виталий Нестеров для программы «Мир православия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова